ДТП И что делать, если ваш автомобиль пострадал из-за ямы? Об этом поговорим с представителем движения «Гражданский патруль» Игорем Бергом. Здравствуйте, Игорь. Спасибо, что дошли время прийти к нам в студию. Здравствуйте. Ну, расскажите сначала, какие часто приводят причины к увеличению количества ДТП, связанные с качеством дорожного полотна? Ну, во-первых, с качеством дорожного полотна. Это зимние проблемы у нас, так называемые. Это проблемы с плохой уборкой снега, с отсыпкой дорог реагентами противогололедными, из-за чего на дорогах наблюдается гололед, и сцепление транспортных средств нарушено с асфальтом. А вот весенний период времени, сейчас, как мы видим, после зимнего периода, когда вроде бы дороги были ровные, после предыдущего сезона были отремонтированы, сейчас так или иначе появляются ямы. Вот, влияют ли эти ситуации на увеличение количества ДТП? Безусловно, данные ситуации влияют на увеличение количества ДТП, потому что ямы бывают очень огромные, достаточно огромные, из-за чего приходится, чтобы объехать эту яму и не повредить ходовую часть автомобиля, на встречную полосу, и на фоне этого происходит ДТП. Также из-за огромного количества луж, которые сейчас из-за активного таяния снега образовались, тоже теряется сцепление колес автомобиля с дорожным полотном, потому что происходит так называемый эффект аквапланирования. Для того, чтобы предотвратить ДТП, что нужно? Водителям соблюдать больше аккуратности, либо все-таки усилить работу городских коммунальных служб? Здесь каждая сторона должна нести ответственность в своей мере. То есть здесь городские коммунальные службы, органы дорожного хозяйства должны более тщательно следить, насколько это возможно, за дорожным хозяйством, за вверенным им дорожным хозяйством. Водители должны иметь взаимоуважение на дорогах, то есть не должно быть каких-то конфликтных ситуаций, не должно быть грубейших нарушений. Поэтому следить каждый должен за тем, что им полагается. Есть ли какие-то еще причины, которые влияют на столкновение дорожно-транспортных средств? К примеру, зачастую летом водители не видят знаки, которые просто закрыты листьями и ветками деревьев. Что делать в этом случае, куда обращаться? Да, безусловно, имеется проблема у нас с закрытыми знаками, дорожными знаками. Летом из-за веток деревьев очень много знаков не видно. Вот, в частности, допустим, немало таких объектов есть на потоке, ну и в других микрорайонах тоже, конечно же. В таких случаях нужно зафиксировать, сделать фотофиксацию данного факта, что знак закрыт, и направить обращение в Комитет по дорожному хозяйству города Барнаула и в ГИБДД Алтайского края. Сделать это можно через электронные приемные. У обоих ведомств они есть. А как поступить, если все-таки ДТП произошло с участием одного автомобиля, если вы попали в яму, или с участием двух-трех автомобилей, по вине именно качества дорожного полотна? Куда обращаться и можно ли требовать компенсацию? Также действуем, как и при обычном ДТП, вызываем наряд дорожно-патрульной службы, то есть вызываем ГИБДД. Они должны зафиксировать данное нарушение, то есть и признать этот факт ГИБДД. Дальше, ой, ДТП, простите. Дальше по справке о ДТП и дополнительной информации о документах, там могут быть и свидетельские показания, и прочие какие-то, фотофиксация тоже. Можно обращаться в суд с гражданским иском и взыскивать компенсацию с дорожных служб. А насколько это реально, действительно, взыскать компенсацию с дорожных служб или с администрации города? Ну, достаточно реально, при хорошем, грамотном специалисте, который может в этом помочь и разберется в данной ситуации. Есть ли какие-то нормативы по ямам для того, чтобы понимать, имеешь ли ты право претендовать на эту компенсацию или нет? Безусловно, есть нормативы. Это в 2018 году у нас был принят новый ГОСТ по качеству дорог, дороги автомобильной общего пользования, и в нем сказаны допустимые размеры ям на дорожном полотне. Расскажите, пожалуйста, вот с какими обращениями чаще всего жители Алтайского края идут в вашу организацию, связанную с дорожными транспортными происшествиями? Надо сказать еще, что есть одна очень серьезная проблема, которая тоже является следствием и причиной дорожно-транспортных происшествий. Это низкая освещенность некоторых улиц. То есть в темное время суток видимость уменьшается, и водители уже не способны на слабо освещенных дорогах так качественно видеть, допустим, пешеходов или стоящие транспортные средства, или какие-то препятствия, скажем так, технического характера. Зачастую люди не обращаются в органы муниципального самоуправления, потому что считают, что это бесполезно. У органов местного самоуправления есть свой определенный бюджет. Часто это нехватка бюджета на уборку снега, на установку освещения на улицах, и поэтому люди считают, что свое время тратить бессмысленно. Действительно ли увеличение количества жалоб на один и тот же участок дороги может привести к решению проблемы? Да, безусловно. Количество жалоб на один и тот же участок дороги может привести к решению проблемы. По той причине, что, во-первых, если на участке находится повышенная концентрация ДТП, если есть массовые, желательно коллективные, лучше коллективные обращения жителей, проверки надзорных органов, таких как прокуратура районная или городская, в зависимости от принадлежности объекта по подведомственности. И на основании этого могут быть приняты меры для улучшения дорожной ситуации на данном участке. Вот буквально в этом году стало известно, допустим, что на пересечении Матросова и Меланжевый будет установлен светофор, допустим, потому что участок был признан участком высокой концентрации ДТП. На данном участке только за прошлый год происходило не меньше пяти дорожно-транспортных происшествий. И жители неоднократно высказывали и в социальных сетях об этой проблеме говорили, и писали неоднократные обращения. И вот в этом году выделены средства на установку светофорного объекта на данном участке. В последнее время в городе Барнауле, и не только в городе Барнауле, в целом Алтайском крае участились случаи ДТП, которые происходят по вине водителей общественного транспорта. Что делать в этой ситуации, в чем вы видите причины, и как можно повлиять все-таки на пассажироперевозчиков? Да, буквально недавно по этому вопросу было совещание, и начальник городского ГИБДД Олег Каркошкин поднимал эту ситуацию в том, что достаточно серьезные проблемы наблюдаются у нас с общественным транспортом. Большое количество нарушений. Это нарушение правил перевозки пассажиров, что также может являться причиной ДТП. Допустим, особо была негативно отмечена работа маршрутных такси, так называемых, потому что у них есть ограничения на перевозку сидячих и пассажиров стоя. Это, допустим, 18-ти местная газель, и в ней можно перевезти 18 пассажиров сидя и 6 человек стоя. Ну и, естественно, перевозчики в погоне за прибылью стараются перевезти больше пассажиров. Это является однозначно грубейшим нарушением, и в случае ДТП может повредить здоровье граждан. В последний год Барнаул и Алтайский край сотрясло несколько страшных случаев ДТП, к сожалению, с летальными исходами. В частности, это ДТП на проспекте Ленина. Скажите, пожалуйста, о чем необходимо помнить водителям для того, чтобы предотвратить ДТП? И самое главное, вот эти случаи, на ваш взгляд, это все-таки неопытность или пренебрежение правилами дорожного движения и вина водителей, либо все-таки вина дорожных служб? Если говорить конкретно о ДТП, допустим, на проспекте Ленина, которые происходили в прошлом году и в позапрошлых годах, самые серьезные, то там основной причиной, как мы знаем, были нарушения скоростного режима, состояние алкогольного опьянения водителей. Здесь уже понятно, что претензий к дорожным службам быть не может. Это, очевидно, вина самих нарушителей, кто идет на это. Здесь нужно людям понимать и быть ответственными за жизни других людей, не только за свою собственную жизнь, думать не только о себе, выезжая на дорогу, понимать, что управляют источником повышенной опасности. То есть свое личное внимание усилие. Своё личное внимание. А со стороны компетентных органов, ну, здесь необходимы комплексы видеофиксации дорожного движения, хотя они у нас и есть, но этого недостаточно. Они фиксируют лишь скоростной режим, пересечение стоп-линий, проезды на красный. А для того, чтобы зафиксировать, допустим, какие-то нарушения в потоке движения транспортных средств или проверить водителей на состояние алкогольного опьянения, нужны экипажи ГИБДД. К сожалению, видать, в связи с сокращением финансирования, в последнее время экипажей ГИБДД стало меньше у нас на улицах. Спасибо, Игорь, что пришли к нам и поделились своим мнением. Спасибо. Об увеличении количества ДТП, связанных с ненадлежащим качеством дорожного полотна, мы сегодня говорили с представителем движения «Гражданский патруль» Игорем Бергом. Смотрите телеканал Катунь-24 и всего вам доброго.